5 человек будут играть за сборную против Швейцарии и сборной Румынии! Удар сходу! Россия за здравие начинает. И уже первый опасный момент у нас с вами возникает. Впереди, это позиция для него более привычная. И ошибка Пулетевича! Пенальти! Ворота низкого Динамо. Правда, это был Бегунов, не Пулетевич. Техническая ошибка, очень далеко мяч отпустил от себя. И к мячу подойдет девятый номер нападающий. Сбегается и забивает нападающий. Сборная России 19 и команда радуется. На пятой минуте у нас случился первый гол Миска и Динамо. Что ребята еще, наверное, не совсем мясом обросли. Но зато опыт у них есть. Аринио! С левой ноги хороший удар. Заметьте, как Аринио здорово подключается в атаку. Он постоянно смещается в центр и наносит удар. Иван Куликов, не Лукин, а Лукин. Спасибо большое. Классный удар! Снова Зазвонкин. Похоже, рекорд был у нас 800 человек. Как-то в будний день. Но это была не суббота. Холодов сместился. В центре дал на Евдокима. Евдокимов Холодов. Классный прием. Осталось ударить поворотом. Бьет Холодов. Это пас на Бакича. И Бакич уже почти забил. Но там мяч заметался. И все-таки был выбит. Ну, в целом, можно назвать замены. Давайте уже после подачи Джозефа. Я назову замены. Подача Джозефа. И Аринио! С левой ноги своей рабочей из команд МФЛ. То есть, все вы знаете, наверное, что... Давайте уже после атаки сборной России расскажу. Классный пас, центр! Удары сборной уже 0-2 ведет. Снова не смотрели. И снова ошибка центральных защитников. Кисляк из молодежки ЦСКА. Классная подача! Удар Пигунова! И штанга спасает ворота! Рома практически исполнил красоту. Но... В 2045 году у Динамо будет состав немножко постарше. Если ребята останутся в команде. Джозеф и правый фланг. Свободен. Против него Кирш. Ну что, Джозеф или Кирш? Все-таки Джозеф. Центр! Ударище! Это Никифоренко. Который любит получать мяч не в борьбе. Больше... Так, судья оказался на пятой точке. Его уронил. Специально или нет, не знаю. Зорин на сборной России. Однозначно. Но уже в концовке первого тайма. Низкая Динамо. Полететь, если ошибается. Классный пас. Пустые ворота. И вот уже счет 0-3. Идеально. Разыграли. И только-только вышедший на замену. Дмитриев отдает голевую передачу на Милешина. Который поздравляет сам себя. С днем рождения оформляет дубль. Подача. В одну касание. Пас на штанга. И мяч залетает в сетку. Такой волейбольщик. Вот голкипера Минского Динамо. Шпаковского. Он, наверное, не ожидал, что мяч попадет в штангу. Затем от штанги отскочил. Ему в руки. И он на приеме. После таких матчей мозги на место становятся. Поверьте мне. Молодов очень хорош сегодня. Классный проход. Удар по воротам. И какой-то невероятный сейв. Кролик. Кролик пробил. Очень так аккуратно. Без замаха. Неплохим раскладом. Политевич. А кто-кто. Капитан точно. Может начать. Камбэк. Но я думаю, что в нашем случае это будет даже не камбэк. Есть такое модное слово. Ремонтада. Динамо в чемпионате. Дакимов. Бакич. Открывается. Ориньо. Ориньо. Первый будет на мяче. Ориньо. Перебрасывает вратаря. И бьет поворотом. Но не сильно. Ориньо. Еще и промахивается головой. Чтобы и посыпаться. Но не забил. Хотя момент, конечно, сам себе создал просто потрясающий. Бакич. Классная передача. Кравченко. Кравченко. Бессмертный. Хороши. Чубанов. Центр. Стенка. Подприжали игроков. Динамо. Удар с разворота. Не попал. Борна России. Снова одно. Разворот. Левый фланг. Центр. Удар. И теперь уже Бегунов. Ну, можно сказать, Рома исправил свою ошибку. Неплохой пластер. Удар головой. И один пять сейчас становится. Идеальная подача. Прямо на голову. Против взрослых мужчин. И показывает классную игру. Ориньо. Много. Очень много. Вот попал. Ориньо. Это пенальти. Все. Ждем камбэк. Сам же Ориньо, скорее всего, пробьет. Попало ему по голени. А может быть, притворился. Посмотрим. За исполнением Ориньо. Ориньо не забил. Килетки. Это переводик. Переводище. Перевод года. Сборная России сзади. Пытается догнать Ориньо. Исправить свою ошибку. Но уже поздно. Перевод направо. Даже не направо. А в центр. Сброс. Сергей Политеевич. Удар. И в девяточку. Залетает мяч. Ну, конечно, это был не Сергей Политеевич. Сергей Политеевич борьбу проиграл. А вот забил Боков. 1-6.